Поздравляем! Поздравляем! Суша молодец! Суша молодец! Наша чуша в первых дней попадает в метро в тык! Суша молодец! Спасибо большое! Поздравляю! Спасибо вам всем! Спасибо! 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 Спасибо всем! Спасибо за Лук, которые мне перед Олимпиадой купили! Какие обстановки там были? Обстановка там достаточно недружелюбная. Местное население не сильно радуется, что у них проводятся Олимпиады. Поэтому как бы восторженных там криков каких-то в сторону спортсменов там ибо молодцы там вперед или там просто люди ходят как будто у них нет Олимпиады. Ну, в принципе, как бы никто там камнями не забрасывал, хотя вроде я слышала какие-то случаи были там, но по вечерам мы старались не уходить на улицу, потому что было опасно. Жили не в Олимпийской деревне, да? Да, жили мы не в Олимпийской деревне, это решение приняли наши тренеры, и я думаю они правильно это сделали, потому что ехать было до Олимпийской деревни 35 километров, но это в среднем где-то час, может даже час-двадцать. В гостинице мы жили прямо рядом с нашим полем, где проходили соревнования, то есть, соответственно, мы как бы не сильно измотаны были, приезжали, застреляли, как бы уезжали в любое время, они были привязаны к автобусам. Искупаться-то удалось? Искупаться, к сожалению, не только посмотреть на шум океана, а так очень красиво там, конечно, океан, это все, но я была в прошлом году, там как раз успела тогда искупаться, но сейчас не успела, прохладно было достаточно. Команда хорошо готова была к семье? Наша команда была хорошо готова, были, конечно, все равно определенные сложности, в плане, вот тоже эмоциональная нагрузка была, что на Олимпиаду могли вообще не поехать, но тренера нас всячески ограждали от этого, и мы как бы тоже верили, до последнего тренировались, но в принципе ничего больше не оставалось, как тренироваться.